подвисает потому что у меня открыта одновременно куча программ давайте мы закроем теперь для того чтобы определить пределы изменения интересующий нас величины то есть вот у нас будет такая фазовая диаграмма от нуля до каких-то пределов и здесь будет титан а здесь будет железо и а каковы собственно вот эти цифры и давайте посмотрим у нас железо 2 титан олова дельта прощение энтропии для железо 2 титан олова минус единица минус единица с каким-то там хвостиком так ставим это число и это у нас для железо 2 титан олова если мы строим бинарную бинарную фазовую диаграмму железо титан то олова мы полагаем равным нулю и здесь у нас не просто железо титан а железо 2 титан получается что ну давайте определим железо 2 титан олова давайте определим химический потенциал границы химического потенциала для железа и это у нас будет вот эта величина деленное на 2 получается железо у нас будет изменяться от нуля до этой величины от нуля до минус там ноль целых шесть с чем-то электрон вольт дальше определим границы титана границы титана будут шире потому что тут у нас не нужно делить на 2 а титан не имеет никаких индексов никаких коэффициентов и это будет просто от нуля до данной величины до минус 1 и 3 скажем электрон вольт электрон вольт и ну а что значит от нуля до минус 1 целых электрон вольт и от нуля до минус 6 это означает что у нас есть такая линия это как раз линия железо 2 титан олова вот это вот линия выше которой вот здесь выгодно образовываться именно этой фазе теперь давайте немножко посчитаем но у меня все посчитано я просто покажу как это делается если вы помните на прошлом уроке был пример железо 2 олова я не буду его приводить снова и как раз для него была там формула чего-то чего-то умножить на минус 4 железо и условно скажем ну там было h плюс j в скобочках h плюс джей минус 4 химическом сала железо был а химический консал железо у нас ведь изменяется от минус 0 целых 65 до нуля и соответственно записываем данное уравнение то есть это у нас будет то что скобочках h плюс джей ну вот как раз для конкурирующая фаза и здесь мы сделаем следующим образом от вот этой скобочки нам нужно было вычитать химический консал железо четыре раза ну вот 4 умножить на на химический консал железо ну на крайнее значение ну отлично так и сделаем и сделаем так чтобы у нас d не шевелился получается что если мы сделаем вот так то химический консал у нас для железо 2 олова будет в таком виде а у нас там был знак титан титан меньше или равно less equal и что означает less equal это означает все что ниже полученного значения у нас может образовывать фазу железо 2 олова может образовывать фазу железо 2 титан олова давайте это как то отразим в экселе а в ориджине и так так железо 2 титан у нас где-то потерялся потерялся да может быть это ниже вот так но вот у нас железо 2 титан это у нас иксы да он у нас меняется от 0 до минус 0 65 условно совершенно случайная цифра но совершенно приблизительной цифры и эти значения мы вставляем сюда вставляем сюда вставляем сюда и так x это x вот он вот он x вот он y а м 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 все потому что я не вначале это совершенно случайно совершенно случайный предыдущий проект как я говорил здесь он у нас меняется от минус 25 до 0 и там у нас были значения вот такие положительные значения это означает что все вся эта линия находится где-то наверху и там у нас было меньше и равно а значит все что меньше этой линии может образовывать сплав железо 2 титанола то есть все что вот здесь то есть все что относится к этой прямой все что ниже этой прямой все это железо 2 титанола но вероятность того что она у нас есть и она где-то здесь наверху и то что ниже вот она далее мы строим так линию за линией и учитываем знаки то есть если это меньше или ровно то есть все что ниже закрашивается а вот допустим для красного здесь было все что выше и вот он у нас закрасился таким цветом по поводу нанесение этих линий думаю все понятно вот этот элемент у нас является фигурой я вам просто отправлю в этот проект и вы сможете просто использовать этот шаблон его менять вот как раз железо титан стабильный это вот этот маленький треугольничек давайте мы просто предположим что у нас область стабильности это вот этот квадрат но не квадрат а четырехугольник какой-то или даже пятиугольник для этого вот выбранным инструментом джо дата мы отмечаем углы и нажмем год у нас получается ряд значений и этот ряд значений мы копируем в железо титан стабильный листочек ставим его сюда и вот видите он отсюда пришел сюда и то что мы раньше выделяли можно просто удалить или можно удалить и выделение просто попадет все довольно просто нужно просто внимательно подходить к данной задаче внимательно и выполнять ну вначале просто понять что мы хотим потом не ошибиться при выборе данных и в конце концов построить такую красивую фазовую диаграмму и если у вас все правильно то и фазовая диаграмма получится примерно такой добавить что-то я могу а конкретно это некоторые сложные сплавы то есть если вы посмотрите на всех имеет на стихи метрию здесь железо олово титан 2 то вы поймете что это стихи метрия не соблюдается в поскаре из 36 40 на 68 то есть это не 1 1 2 это скорее 2 2 3 или 2 2 3 с половиной примерно для таких соединений мы не можем их ни на что делить то есть вот это огромное значение 717 электрон вольт мы не можем поделить ни на 20 и на 54 не на 38 поэтому мы не переводим но мы не делим ни на что а просто в таком виде записываем для него дельта h то есть вот у нас есть е0 минус 717 электрон вольт из него мы вычитаем 24 химическое потенциалов железа 54 потенциалов олова и 38 потенциалов титана таким образом мы получаем довольно симпатичную величину в 16 электрон вольт и то же самое вот для того на котором мы сначала обратили внимание для того сплава на который мы обратили внимание на этом в принципе все то что я здесь показал это я показал как это делается и прошу не обращать внимание на цифры потому что здесь я открыл какой-то excel который спин поляризованный или не спин поляризованный то есть здесь все намешано и в итоге цифры получились немножко за пределами этого треугольника и естественно может быть такое что линии будут за пределами треугольника это как раз мы рассмотрели но в основном все линии будут так или иначе этот треугольник пересекать и у вас в итоге получится вот такая фазовая диаграмма где будет очень много линий вот собственно и все я желаю вам все это сделать так чтобы получилось без ошибок потому что когда летом все это дело мы выполняли была спешка я готовился параллельно к кайлдсу и видимо допустил какие-то ошибки но до следующего урока �도 неоклективному и как за это он